Россия Россия сегодня решает мировые задачи освоения космоса. На Байконуре старты один за другим. На орбите еще не успели начаться летные испытания спутников, казахского «Кассат» и американского ОС-2, успешно выведенных «Протоном», как на другой площадке космодрома к старту готовится ракета «Зенит». У «Зенита» историческая миссия — вывести на орбиту российский спутник с уникальным радиотелескопом на борту. За его судьбой следят астрономы всего мира. Однако прежде ракета должна оказаться на стартовом столе. Сам вывоз делится на три части. Первое — это сцепление, проверка тормозов и готовность расчета железнодорожного к движению. Происходит трогание. Доезжаем до так называемого треугольника рыбки. Останавливаемся, проверяем дальнейшую готовность и начинается движение в обратную сторону. То есть переводится стрелка на пути, которые ведут к стартовому комплексу. Считается, что эта ракета опередила время. Экологически чистое топливо, полностью автоматизированный старт. Вывоз носителя занимает не более полутора часов, а вертикализация и вовсе от шести до восьми минут. Пока установщик не отъедет, пока заправочный автостык не отъедет, команда готова к пуску. Не получим, мы сидим на командном пункте и волнуемся. Старт «Зенита» называют безлюдным. Все специалисты из специального бункера наблюдают, как работает автоматика. Особое внимание к системам безопасности и пожаротушения. Эта система может тушить. Вот переключатель, выбор режима тушения. Вода, пена. Вода – это для слива компонентов ракетного топлива. Вдруг пролили на ноль. При нештатных ситуациях, аварийных ситуациях, которые, дай бог, не будет никогда, предназначены для тушения пожара. «Зенит» – ракета-носитель среднего класса, но с реальным потенциалом тяжелой ракеты, сродни протона. И даже возможностью работать на пилотируемую космонавтику. Однако прежде, как говорят специалисты, необходимо набрать так называемую надежность. А это как минимум 100 успешных пусков. Сенит успешно выполнил самую ответственную задачу десятилетия – на орбите «Спектр-Р» – космический аппарат, вызывающий повышенное внимание в мировой астрономии. Все крупнейшие радиотелескопы наземные готовы объявить себя наземным плечом космического интерфейса. У Роскосмоса и российской науки на ближайшие годы не менее важные пуски. Возможно, некоторые вновь осуществят «Зенит». В 2013 году мы должны и планируем запустить уже «Спектр» в рентгеновском диапазоне изучения этих же вопросов. Затем в ультрафиолетом и в 2015, и после 2015 прорабатываем облик аппарата, который где-то в 2017 году должен быть запущен. Это в миллиметровом диапазоне длинного. После долгого перерыва российская наука вновь устремилась в космос. «Спектр-Р» – лишь начало пути в попытке найти главный кирпичик мироздания Вселенной.